Действует Вильям Шекспир Иду за домом Молчи, я текст не знаю Мне не нужно, я знаю Вошел, дождь идет Видишь меня? Сзади, сзади Теперь взял так, как брал любовь Вот тот, теперь я говорю Ты такая красивая Пошел вперед, Саша Таня, возвращайся немедленно на место Саша, Женя Ну я и говорю Это он же вырисал С нантом Все то же самое Женя, второй раз Возвращайся на это же место Так же берешь вторая реплика А, то же самое И такой весь мэн Так первая реплика Спектакль называется Любовник Премьера его планируется в начале сезона следующего Где-то в сентябре Роман Григорьевич В начале сентября Должен появиться в Киеве Вот тогда я надеюсь, что он от нас никуда не уйдет И мы возьмем с ним интервью Сделаем его развернутым И мы зададим пару смелых вопросов Надеюсь, это будет интересно Я бы не сказал Не думала, что ты так легко на это пойдешь Почему? Раньше ты не ставила вопрос так просто Честность В таких делах самое важное Залог здорового брака Или ты не согласна, не так ли? Согласна Значит, согласна Бац! Идею-то мы эту, значит, начали воплощать в жизнь еще зимой Но потом был большой перерыв Потому что причины очень веские Мы связали свою судьбу с режиссером Романом Виктюком А он человек занятой очень У него много творческих планов Ну, мы потихонечку сами, конечно, готовились Потому что надо быть готовы Узнать текст элементарно Ну, конечно, сейчас мы засыпаем Не-не, нормально, нормально, да-да Шлюха? Да Так, ну что дальше? Шлюха, да Да, из тех, что по вокзалам шляются Значит, согласна Так Разумеется Разумеется Поехал опять Насчет Любовника Я должен последовать твоему примеру Так ли? К твоему примеру Да, я как раз начала что-то поднимать Допустим Ну, я не могу поверить Неправда Но я никак не могу поверить, что она Но это как-то ее Почему не можешь поверить? Почему не можешь поверить? Потому что это он не может Узнать текст элементарно Вот, уже мы с ним развели весь спектакль Спектакль называется Любовник Любовник это я Значит, я там в разных ипостасях Я муж, я любовник Ну, в общем-то так Если кратко сказать о пьесе Это богатая состоятельная семья Отправив своих детей на отдых Что ты сказала? Я спрашиваю Зачем вообще кого-то искать? Ну, дорогая, ты же искала, вот и я А кто начал первым? По-моему, ты По-моему, это не так Тогда кто? Скажите, пожалуйста, это у вас первая встреча с Викрюком? Да Первая, да? Какие впечатления? Сумасшедший Сумасшедший Любимый Ну Талантливый Ага Вот первое впечатление Удивительно глубокий Я его до этого не так любила Пока не встретилась с ним Потому как Мне казалось, что он больше художник Этакого Такой Некий эстет Некий такой Красавец В режиссуре А здесь он оказался человеком Который копает Очень глубоко Психологию Притом Настолько копает Настолько он фантастически Проникает В душу человека Что У нас были репетиции Уже в Москве Зимой Мы к нему ездили И мы ездили В начале С предложением То есть он как бы хотел Один спектакль Здесь он предложил Другую пьесу Нам Вот И когда я высказала Свои сомнения По поводу этой пьесы Так как она очень игровая Как бы Для актеров Таких Как раз на двоих Два актера собрались И сыграли Тын-тын-тын И я Вептику сказала Что мне эта пьеса Напоминает вот именно Актерский материал И я этого боюсь очень То есть Эдакий бенефис Двух актеров И здесь Меня Виктор посадил Евгения еще не было Он посадил Саши Александром Ассистент У нас был И Он мне задал Тон Где я все поняла И я поняла Что это Что это совсем не то Что срабатывает Первый стереотип Когда ты вот прочитываешь Тебя срабатывает Это абсолютно не то То есть он Я говорю Это фантастический режиссер Не потому что Потому я с ним и работаю Лича Да А когда ты с ней Ты обо мне думаешь? Иногда Не очень часто Мы говорим о тебе Ты говоришь с ней обо мне? Иногда Да Ну Когда нам Это не Ну Иногда Что 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 А Ее это забавляет Да И как же вы обо мне говорите? Сдержанно Мы представляем себе Старинную музыкальную шкатулку Которая играет Ради нашего удовольствия Ну Когда нам это необходимо Ты понимаешь? Я не могу сказать Чтоб с одерцами Эта сцена доставила бы мне удовольствие Ну нет Причем здесь ты Удовольствие получаю я Да Да Это Я слышал неоднократно такое мнение Что Виктюк уже Как бы пробуксовывает Что ему давно пора Перемениться И найти что-то новое Вам не кажется? Ну да Сейчас есть такая тенденция Критики это отмечают Что якобы Не пробуксовка А уже повторы идут В его творчестве Ну а куда ты этого денешься? У каждого художника свое лицо И как ни крутись У каждого Ну как Он не может быть комбайном Таким сегодня Он Абстракционист Завтра он Сугубо какой-то Реалист Да Реалист Ну я не знаю Потом Роман Он все-таки Он тянет Свою тему Свою индивидуальность Поэтому это всегда было У каждого режиссера По-моему Нет таких Вот много Режиссер комбайна Он работает в разных жанрах У него свой жанр Свой стиль Своё лицо Своя эстетика Предыдущий спектакль здесь в Киеве Бульвар Сенсет Он получил очень много критических как бы замечаний Насколько я помню Даже в каком-то из опросов Он стал Худшим спектаклем сезона Вместе с Кармен Жолдака Да? Да Кармен тоже? Кармен, да И Бульвар Сенсет Ну что, я понял Вот, вот, вот По поводу Сенсет Естественно Сенсет делался тоже так С Бухты Барахты мы делали Естественно Правые журналисты Критики Которые говорят Что Мало Виктюк уделял нам внимание Хотя, в общем-то У нас все возможности были работать Под его присмотром Всё снималось на камеру Всё на мониторах у нас было Мы видели Что нам надо делать Мы слышали его указинки Всё, что он требовал от нас как режиссёр Ну, наверное, сказалось немножко то, что это всё в попыхах делалось Вы сказали, он не комбайн в смысле художественного какого-то метода Да, да Но, в принципе, по количеству спектаклей Вот, наверное, его с этим С этой машиной сравнить можно Ну, машина, да Ведь он, в принципе, как машина работает в выпуске Плодовитый и страшный Мне кажется, даже слишком он распыляется Кажется Мне так кажется, что слишком много он хапает Я не знаю причина чего То ли это материальная неустроенность его Ну, по-моему, он сейчас в полном порядке, что касается денег Ну, наверное, всё-таки это его жадность такая художника Потому что везде, где ему не предлагают, он не отказывается Он хватается там, 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 там И он одной задницей сидит, извините, на десяти стульях Чего, конечно, может быть и много На всех не хватает Иногда, да, да Как говорил Пушкин, что... Ну, ладно, это не здесь Я вечером скажу, значит, Володя, они должны там встречаться И всю партитурку выучить Потом я сразу, я скажу сегодня вечером, когда я приеду, чтобы мы опять пошли по второму кругу Весь мир лицедействует Вильям Шекспир Вильям Шекспир